Дорогие друзья, здравствуйте! Я рад приветствовать всех на очередном вебинаре портала Преан. Сегодня будем говорить на очень-очень интересную тему с нашими экспертами из компании Intermark Global. Те проблемы, которые встают последний год-полтора перед всеми инвесторами, они в общем более-менее понятны, но проблемы, которые встают перед, скажем, инвесторами из России, они, скажем так, более специфические и более понятны. Особенно если речь идет об инвестициях в страны Западной Европы. Но последние месяцы показали, последние даже, может быть, полгода, год, что после вот такого резкого всплеска интереса и переезда, и инвестиционной активности в странах, как в Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, все равно часть инвесторов на Европу смотреть продолжила. И вот тут выяснилось, что с предложением не очень понятно, как быть. И, собственно, профессионалы рынка, естественно, эту ситуацию так оставить не могли, и они начали эти предложения делать. И вот сегодня мы как раз такие предложения обсудим. Говорить будем о Германии, хотя я понимаю, когда мы презентовали саму тему вебинара, приходили вопросы, ребята, вы точно уверены, что Германия? А точно ли можно? И вот сегодня мы как раз с нашими экспертами обсудим, как это можно и как это все работает. Наши эксперты – это Ольга Кадыч, директор департамента международных проектов «Интермарк Глобал», и Сергей Струев, старший юрист «Интермарк Глобал». Коллеги, здравствуйте. Здравствуйте, Филипп. Очень рада с вами быть в студии. Спасибо за приглашение. И для начала буквально несколько слов. Давайте включим презентацию, и я попрошу Ольга в нескольких словах буквально сказать о том, как вы работаете и как вы пришли вообще к созданию такого нового продукта. Буквально в нескольких словах пока к нам присоединяются зрители. Большое спасибо, Филипп. Добрый день, уважаемые участники нашей онлайн-трансляции. Еще раз повторюсь, меня зовут Ольга Кадрич, директор департамента международных проектов компании «Интермарк Глобал». Наша компания работает на рынке уже более 30 лет. Последние 15 лет мы работали под брендом компании «Савилс». Это один из крупнейших игроков на рынке международной недвижимости. По понятным причинам, два года назад «Савилс» из России свой бренд отозвал. Но мы сохранили тесные отношения с нашими партнерами более чем в 70 странах мира. И мы вернулись к своему исконному названию «Интермарк». И за последние два года мы открыли еще семь собственных офисов в разных странах мира. И во всех этих офисах мы предоставляем услуги как нашим согражданам, которые находятся в этих странах. Я попрошу в следующий слайд. Ну вот, да, да, здесь. Вот, я хочу немножко рассказать о наших офисах, которые находятся за рубежом. Это Объединенные Арабские Эмираты, Дубай. Это Таиланд наш офис расположен на острове Пхукет. Турция в Стамбуле. В России, понятно, мы находимся в Москве. В Индонезии, в острове Бали. У нас открылся офис в Великобритании, в Китае. И также есть наше представительство на Кипре. В любом из этих офисов мы готовы вам помочь с приобретением любого нашего продукта, будь это инвестиционный или иммиграционный продукт. И надо сказать, что мы работаем не только с российскими покупателями, мы работаем и с гражданами стран Ближнего Востока, и с европейцами, с африканцами. То есть у нас по-настоящему стала такая вот международная компания. И поэтому те продукты, которые мы предлагаем, они направлены не только на россиян, они направлены на покупателей со всего мира. Если мы говорим об этом продукте, который мы разработали в Германии, то он вызывает интерес абсолютно у всех наших инвесторов. И почему мы пришли вот к тому, чтобы предлагать это и россиянам тоже. Во-первых, по этому продукту есть возможность удобных расчетов с девелопером. И все-таки наши сограждане, несмотря на определенные сложности, которые испытываем в течение двух лет с точки зрения инвестиций, все-таки интерес к Европе был, есть и сохраняется у огромного количества наших соотечественников, тесные экономические, элитные связи с Европой. У многих там отучились дети, будут семьи. Конечно, эти связи, они не прервались, и, естественно, они, безусловно, усложнились. Вот, для этого мы подготовили такой продукт, который будет интересен и нашим уважаемым согражданам для приобретения инвестиционных активов в Европе. Давайте тогда несколько слов, но с одной стороны общих, а с другой стороны конкретно в приложении Германии. Ну, я знаю, Ольга, Сергей уж, кто из вас ответил на этот вопрос. Когда мы говорим, что продукт упакован, понятное дело, что, условно говоря, до 2022 года вообще такого понимания и особой необходимости в создании каких-то принципиально новых продуктов, может быть, и не было бы. То есть, условно говоря, была недвижимость в Германии. Вот там есть супермаркет, или есть какое-то жилье, или есть земля. И они, в общем, более-менее на понятных условиях приобретаются. Другое дело, это вопрос выгоды, это всегда интересно, об этом мы тоже поговорим. Когда мы сейчас говорим, что вы разработали и упаковали продукт, это означает, что покупатель может что? Особенно, ну, отдельно, чем ситуация принципиально отличается, скажем, для покупателя, там, не знаю, из Казахстана, с Украины, из Объединенных Арабских Эмиратов, и для покупателей из России в рамках этого продукта? Сергей, поможете с ответом? Короткий ответ состоит в том, что для покупателя... Мы приложили очень много усилий, чтобы покупатель не почувствовал разницу, или увидел незначительную разницу с тем, что было, скажем, 2-3 года назад. За этим стоит очень большая работа. То есть, если раньше мы говорили просто о приобретении объекта и простом переводе денежных средств из России, скажем, в Германию, то сейчас очень важно, помимо планирования маршрута движения денег, структурирования правильной сделки, очень важно еще учесть все законодательные моменты, то есть ограничение санкционного, контрсанкционного характера, грамотно подойти к налоговому планированию. Таким образом, операция стала более комплексной, более сложной, но при этом, что особенно важно для инвесторов, которые выбирают Германию, она все еще дает, самое главное, дает решение по сбережению денежных средств. То есть, если вы говорите, почему мы выбрали именно немецкий рынок и предлагаем именно немецкий рынок, то очевидно, что это самая крупная экономика Европы, это четвертая экономика мира уже, раньше была пятая. Они достаточно хорошие показывают темпы роста, с одной стороны. С другой стороны, рынок немецкий сложился таким образом, я об этом буду говорить чуть позже, что в данный момент он особенно интересен именно для иностранного инвестора, а не для немецкого. Вот если мы вернемся к презентации, ближе подойдем именно к немецкому рынку. Несколько слайдов, да, по Группу. Да, я сейчас покажу. Ситуация в Германии сложилась достаточно интересная. С одной стороны, темпы ввода жилья замедлились, из-за, понятных, причин. Это был ковид в первую очередь, последующий экономический кризис. С одной стороны, и жилья стало меньше, а с другой стороны, спрос на него остается достаточно большим. Если взять рынок аренного жилья, то здесь немцы являются страной номер один в Евросоюзе. То есть немцы, большей своей части, 55% примерно, жителей Германии выбирают арендное жилье, а не свое собственное. Дополнение к этому, это такой устойчивый тренд. Сейчас-то доля еще больше. Почему? Потому что, несмотря на то, что жилья не хватает, его не покупают. Не покупают, потому что, с одной стороны, большие цены, с другой стороны, и, наверное, самое главное, очень высокая ставка по ипотеке. Ну, то есть математически, конечно, она не высокая, если сравнить с российской ставкой. Но для немца платить 4-5% это неприемлемо, потому что он привык платить 1,5% или 1%. Более того, если даже вы хотите получить ипотеку под 4-5%, это не факт, что немецкий банк его выдаст. Поэтому очень многие немцы еще больше выбирают для себя арендное жилье. И застройщики столкнулись с такой ситуацией, когда, с одной стороны, жилье очень нужно для аренды, но его не покупают. И они вынуждены снижать цены. Так вот, именно вот это сочетание высокого арендного спроса, с одной стороны, и сниженных цен, с другой, создает очень интересные условия для инвестиций в немецкий рынок. Давайте еще, наверное, пару вопросов я общих, может быть, сейчас бы задал. Вот скажите, все-таки предложений по Германии так или иначе много. Оно, кстати, число снижается по той причине в последние годы, что многие собственники отказываются выходить со своим предложением. Давайте на общий экран поставим, если можно, картиночку. Вот то, что предлагаете вы сегодня. Это какие-то конкретные точечные предложения или, по большому счету, те решения, которые у вас есть, они относятся буквально к любой недвижимости Германии. Как это работает сейчас в вашем случае? Я немножко дал общую характеристику для того, чтобы было понимание относительно привлекательности немецкого рынка в целом. Сегодня же мы говорим, как правильно сказали, о продукте. То есть, что, в принципе, отличает, возвращаясь к вашему предыдущему вопросу, в чем продуктность, в чем комплексность нашего решения? Она состоит в том, что помимо обеспечения всех хлопот, связанных с оформлением сделки, купли-продажи, мы также даем решение по инвестиционной привлекательности. То есть, приобретается объект, и сразу же заключается договор аренды. Мы можем... Более того, договор без права расторжения, то есть, он совершенно длительный срок, и та доходность, о которой мы сегодня будем говорить, на уровне 5,48 годовых, она жестко прописана. То есть, вы входите в это именно как инвестиционный продукт, не просто квартира, которую вы купили, она стоит, может сдастся, может не сдастся, ей надо управлять. Нет, здесь вы покупаете, и сразу же начинаете получать доходность. Поэтому, да, это скорее предложение эксклюзивное. Она, кстати, эксклюзивная еще с той стороны, что да, такое предложение есть только у нас. Мы работаем с данным застройщиком эксклюзивно, и предложение можно считать уникальным. Окей. Я, друзья, хочу напомнить, что у нас работает чат. Если есть какие-то вопросы, ну, понятно, что сейчас пока мы еще только общими параметрами, так сказать, перерываем, да, до конкретики не дошли, но в любом случае задавайте, да, вопросы, которые есть по ходу, будем по возможности на них отвечать. Ну, давайте тогда, может быть, чуть более конкретно перейдем к самой разработке этого продукта. Логика понятна, да, не хватает, с одной стороны, строящегося жилья, не хватает жилья под аренду. Ставки аренды растут, стоимость недвижимости падает. Соответственно, ну, в общем случае, если уж так грубо по рынку брать, доходность должна расти. То есть, что вы находите, какие предложения вы ищете, и как это работает? Помимо, важный момент еще отмечу, уникальность предложения состоит в том, что помимо тех параметров общих для рынка недвижимости, которые вы назвали, для нас важен еще один очень-очень важный параметр. Это население, стареющее население Германии. Хорошая новость состоит в том, что людей, в принципе, становится больше, и люди живут дольше. Соответственно, доля стареющего населения Германии увеличивается. Прошу вернуть презентацию, для того, чтобы мы перешли к проекту. Значит, проект наш представляет собой... Сейчас я слайд, чтобы... Это резиденции в достаточно живописных местах, в землях, в основном в Саксонии, и в Саксонии Анхальд. Это резиденции, предназначенные для проживания пожилых людей. Сразу отмечу, что немецкий рынок, в принципе, в Германии, начнем с того, что в Германии есть такой рынок, в России его нет. В России есть понятие медицинских учреждений, которые оказывают определенную помощь. Апартаменты для людей пожилого преклонного возраста в Германии, это все-таки не медицинские учреждения. Есть понятие определенной классности. Вот мы будем говорить сегодня про самый легкий класс, где не требуется никакой медицинский уход. В чем суть? Это здание, это специальные резиденции, где проживают пожилые люди. Там им предоставляется, помимо определенного просмотра, еще и различные развлечения. Они постоянно проживают, коммуницируют, гуляют, занимаются спортом. То есть это такое долгое... Это то, что в России называют немножко грубоватый термин «дом престарелых». Да, я хотел как раз спросить. Это в нашей терминологии ближе всего все-таки дом престарелых. Да, к сожалению, в русском языке мы еще не нашли более корректного эквивалента. Я очень надеюсь, что мы к этому придем. Важно, почему это очень привлекательно. Потому что здесь арендатором выступает немецкое государство и страховые компании. Это самый надежный арендатор. Он заключает определенный... Он обеспечивает самый стабильный, самый качественный арендный поток. Во-первых, сразу отмечу, что здесь речь идет о приобретении на праве владения. То есть это не какая-то долгосрочная... Нет, вы приобретаете то, что называется фрихол. Назад можно немножко? Да, конечно. Давайте еще раз уточним. Значит, есть объект. Можно посмотреть его общую картинку? Ну или вот, например... А вот здесь сейчас я покажу какой-нибудь хороший... Вот. Вот. Отражает. То есть это старинное здание? Это замки. Это тоже важно. Это замки. Они являются объектами культурного наследия, которые прошли реновацию. Вот сейчас прошли. И вот реновацию... Да, они прошли. Ваш партнер. Да, это застройщик. Он же является оператором. И финансируется он за... То есть за каждого пациента приходят деньги оператору. Несмотря на то, что вы покупаете не долю, это не ДДУ. Вы покупаете конкретный апартамент, вот номер один с конкретным метражом на определенном этаже. Но неважно, сдается конкретно в данный момент ваш апартамент или нет. То есть к вами подписываются, безусловно, договоры аренды. И доход аренды получается вне зависимости от того, проживают там вот конкретно в данном апартаменте или не проживают. То есть, условно говоря, эта история 100% не про проживание, с огромной вероятностью потенциальный покупатель и не увидит никогда. Финьера сам не побывает. Ну, во второй части не соглашусь с вами. Мы очень рады, когда наши инвесторы приезжают туда. И там действительно очень красивые места. Мы с удовольствием проводим там всевозможные экскурсии. Метод для наших будущих инвесторов показываем, для того, чтобы подобрать красивый объект. Но, естественно, да, это не отель. То есть проживать там как постоялец инвестор не будет. Я правильно понимаю, тут уже второй проект был. Можно на несколько слайдов назад тогда перемотать, чтобы было просто понятно. Вот еще на парочку. Значит, смотрите, вот этот проект, он функционирует. Обновление проведено. То есть он работает. Вот конкретно этот проект Ульст, вот он сейчас вводится в эксплуатацию. Какое отношение к нему имеет немецкое государство? То есть он уже является домом престарелых? Вот он уже получил соответствующее разрешение? Немецкое государство через страховые фонды, оно финансирует оператора этих домов. То есть оператор, сдача оператора – это обеспечить возложенные на него функции по уходу за пожилыми людьми. Он арендует вот это помещение для выполнения этих функций, нанимает персонал и получает за это деньги. То есть он организовывает это все. Вы, в свою очередь, как собственник апартамента, заключаете договор аренды с этим оператором. И вашим арендатором, прямым вашим арендатором является оператор, но финансируется он, исходя из цепочки, которую я сейчас рассказал, из бюджета и страховых фондов. Насколько я помню, собственно, Сергеевы об этом сказали, Ольга, может быть, больше уже к вам вопрос. Насколько я помню, по крайней мере, так было до пандемии, просто после пандемии мы крайне редко о таких проектах говорили. Подобного рода арендатор – это высшая категория надежности, поскольку он аффилирован с государством и так далее. Да, совершенно верно. Такие операторы относятся действительно к высшей категории надежности. Опять же, как уже Сергей вначале говорил, тут клиентский поток, он совершенно не иссякаем, потому что европейское население, к сожалению, не молодеет, а абсолютно наоборот. И важно еще понимать, что в данном случае это не просто каждый индивидуальный человек, кто хочет воспользоваться услугами этого дома престарелых, будет заключать договор, но эти договоры заключаются в том числе и через страховые компании. То есть человек в течение жизни платит определенную страховку для того, чтобы потом, впоследствии наступления уже пенсионного возраста, и когда ему потребуется помощь и уход, он уже имеет возможность воспользоваться вот такого рода домами престарелых. И у него есть страховка, которая позволяет это сделать. Такая услуга достаточно дорогая. В Европе пребывание в заведениях вот именно такого уровня начинается где-то от 2,5-3 тысяч евро в месяц, и дальше может уже доходить до совсем там высоких значений, там 5-7 тысяч евро в месяц. Поэтому, конечно, это могут позволить себе не все далеко. И поэтому многие немцы задумываются заранее о том, чтобы приобрести себе такую страховку в течение жизни, выплачивать туда определенные взносы, для того, чтобы потом иметь возможность уже в пожилом возрасте обеспечить себе вот такое приятное, скажем так, проживание в таких красивых местах с хорошим уходом. Да, я тут немножко, буквально полминута дополню мысль, что данные объекты, они являются не каким-то социальным жильем в классическом понимании. Это все-таки жилье премиум-классу, то есть это определенная привилегия проживать потом, это достаточно дорогая услуга, и да, это осознанный выбор людей, которые начинают изначально отчислять определенные накопления в фонды, в страховые фонды. Поэтому, безусловно, это наивысшая надежность арендный поток, в том числе и исходя из графика, который сейчас виден на экране, это прогнозируемый рост рынка за счет увеличения пожилых людей и поступательной политики правительства социально ориентированной. Окей, ну вот у нас уже пошли вопросы по поводу, а где же, собственно, здесь участие россиян, с учетом всем известных ограничений на государственном уровне, что с одной, что с другой стороны. Я еще тогда все-таки перед тем, как уже обратиться именно к технологии покупки в данном случае, вот что мы еще хотели у вас спросить. Вот цифра там была 5, ну 5,68, как она формируется, почему именно столько, не больше и не меньше, как эта сумма фиксируется, и, если я правильно увидел, там несколько проектов, где-то 5 с чем-то, где-то 4 с чем-то, и, условно говоря, почему, если вы предлагаете два проекта, где человек все равно сам жить не будет, просто один 5 с небольшим, другой 4 с небольшим, в чем выгода того, который 4 с небольшим? Это предложение застройщика, да, действительно, есть проекты, где ставка 5,48, это самая высокая ставка из возможных, есть проекты с ставкой чуть поменьше, разница в том, что те проекты, которые 5,48, они чуть-чуть, а вот те, которые 4, они уже введены в эксплуатацию, 5,48, они планируются к введению, к вводу в эксплуатацию в этом году, но до момента ввода в эксплуатацию, если, например, вы завтра заключаете договор, застройщик сам выплачивает аренду, уже начинает платить аренду. Окей, давайте просто тогда еще чуть-чуть, я попрошу включить презентацию и посадкатись по второму объекту, чем он принципиально отличается, может быть, на что-то в нем стоит обратить внимание, вот этот, вот отельные номера в замке, да. Да, важно отметить, данный проект, данный проект, Кшкопау, это немножко другая концепция, это как раз-таки отельная концепция, когда, ну, абсолютно тот же смысл, с той разницей, что постояльцами выступают, собственно, те, кто приезжает в данный отель, да, и в том числе потенциальным инвесторам, а императорам выступает отель. Вот и вся разница, поэтому... То есть вот эта история, она уже чисто туристическая. Да, абсолютно чисто туристическая. Еще важный момент отмечу, что приобретая, например, в замке Шкопау помимо конкретного юнита, там, конкретного номера в отеле, вы приобретаете также определенную долю коммерческой площади пропорционально вашему метражу. Что это значит? Что вы помимо арендного потока от использования номера, опять же, безусловного, то есть неважно, сдается ваш номер, не сдается, вам за него все равно платят. Вы также получаете доход от использования коммерческих площадей, там, различные рестораны, концертные холлы, да, для общественных предприятий и так далее. Как получается цифра 548, или как получается цифра 4, это зафиксированная арендная доходность. Не в ставке, а в сумме. Вот в договоре аренды прописывается конкретная сумма, и там, условно, там полторы тысячи евро. Это сумма, простите, это сразу, это чистые, это грязные, брутные инеты и так далее. Да, про это я тоже расскажу. Здесь важный момент. Какие есть в связи с получаемого дохода налоги? Или, может быть, чуть попозже? Да, окей. Ну, скажи мне пока, это чистые или нечистые? По факту это чистые. По факту это чистые. Окей. Давайте тогда перейдем все-таки про все дополнительные расходы и расходы при покупке, и расходы, которые будет платить собственник, уже получая доход. Об этом поговорим чуть позже, пока закроем ненадолго презентацию. И буквально, ключевой, наверное, момент, где во всем этом возможность приобретения такой недвижимости россиянами. На сегодняшний день в Европейском Союзе и конкретно в Германии отсутствует запрет на приобретение граждан России недвижимого имущества. Это то, что мы говорим про европейскую часть. Это такой вот миф, который мы очень усердно боремся. Такого запрета нет. На протяжении всего периода санкционного давления, то есть последние два с небольшим года, в Германии был всего один случай ограничения прав на недвижимое имущество, подчеркиваю, именно на недвижимое имущество. И он был связан с тем, что приобретение считалось человеком, находящимся под санкциями. Сразу отмечу, что мы, когда работаем на европейском направлении, и в принципе это касается всех других направлений, в обязательном порядке проводим проверку на благонадежность, в том числе сразу проверяя нахождение или не нахождение в санкционных списках всевозможных, для того, чтобы сразу ориентировать наших клиентов, как именно нам структурирует платеж, где нам точно не стоит пробовать, приобретать, где у нас все в порядке. Поэтому в Германии, повторюсь, всего один был случай за два года, и касался лица, находящегося под санкциями. В остальном все сделки без проблем регистрируются. То, что касается российского ограничения. Вот это как раз, мне кажется, даже более... Мне кажется, важны обе стороны. Российские законы на сегодняшний день никак не ограничивают право россиян на приобретение недвижимости за рубежом. Именно вот это право, но не ограничено никак. Есть ограничения, касающиеся расчетов. Здесь, в принципе, все очень просто. Граждане России имеют право приобретать недвижимое имущество в случае, если они приобретают его со своего счета зарегистрировано за рубежом, зарегистрировано в федеральной налоговой службе. То есть, если у вас есть счет за рубежом, и вы его раскрыли в ФНС, пожалуйста, вы можете на него, как на свой личный счет, согласно текущим ограничениям, заводить до миллиона долларов в месяц и, соответственно, начать приобретение. Напрямую из России это сделать не получится, имеется в виду из российского банка. Есть альтернативные конструкции юридические, позволяющие это делать. Ну, это немножко отдельное. Общее правило, вот оно, так как состоит в том, что я сейчас описал. То есть и российский, и немецкий закон это делать позволяет абсолютно легально. Я хочу еще добавить, что вот почему в нашей компании именно Сергей этим занимается, потому что Сергей юрист, и Сергей недавно стал руководителем нашего нового направления Tax & Legal в нашей компании. И, казалось бы, да, обычно недвижимость продают брокеры, да, а здесь этот продукт представлен именно с юридической точки зрения, потому что здесь хорошо продумана именно вся юридическая составляющая этого приобретения, потому что продукт, ну, он, да, достаточно понятен и очевиден. И основной вопрос здесь именно в юридической обвязке, которую мы предоставляем нашим клиентам для того, чтобы сделка могла реально произойти. Давайте тогда еще такой момент. В конечном счете получателям денег, ну, я понимаю, что, может быть, не все нюансы там можно раскрывать, но тем не менее, является некая немецкая компания. Да, конкретно немецкая компания, которая является застройщиком. Платеж осуществляется, может осуществляться не из России. Важный момент, если мы вернемся на шаг назад, говоря о возможных ограничениях. Как я сказал, в иностранной валюте приобретать нельзя. То, что касается российских рублей, здесь немножко другая ситуация. Но проблема в том, что немецкие банки не очень-то хотят работать с российским рублем. Очевидно, для этого используются, для этого застройщики зачастую прибегают к расчетам в странах, где используется рубль. Например, Казахстан, Кыргызстан, Армения, ну и так далее. Так вот, если застройщик соглашается принимать в рублях на свое юридическое лицо в данной стране, в дружеской стране, как они проводят групповые расчеты, внутригрупповые расчеты, это их дело, то здесь никаких проблем нет. Если повторюсь, то есть здесь важно понимать, валютные ограничения, они ведь введены для чего? Для того, чтобы из Российской Федерации не уходила валюта. То, что касается российского рубля, здесь государство гораздо лояльнее, поэтому если предусмотрена возможность расчета рублем, а в нашем случае она предусмотрена, то есть такая возможность. Если, например, у клиента есть возможность и желание платить со своего счета, скажем, в Армении, пожалуйста, можно использовать такую систему. Если я правильно помню, я еще раз хочу извините, могу... Да, пожалуйста. Я просто хотел завершить этот цикл, что оформление, здесь тоже еще важный момент, отличие между Россией и Германией. В России рассчитаться за недвижимость на территории России, можно только в России. Вы не можете рассчитаться за российскую недвижимость где-то за пределами России. В Германии иначе. В Германии вы можете купить немецкую недвижимость, рассчитавшись за нее в другой точке земли. Важно, чтобы, когда вы пришли к нотариусу, перед тем, как он отправит документы в регистрационную палату, обе стороны сказали, что вот я принес, я оплатил, троих сказали, да я принял, все в порядке. Вот эти две стороны приходят, они говорят, что все хорошо, и нотариус регистрирует. Это вот такой очень важный момент, который, поскольку в России работать начат, многих сбивают. То есть расчет за дни немецкого контура, он позволяет и российские ограничения тоже соблюсти. Я попрошу вот в презентации, насколько я помню, был слайд, который показывает, он ближе к концу, был слайд, который показывает нюансы транзакции. То есть, условно говоря, вот эту недвижимость, про расходы чуть позже обязательно поговорим, чуть дальше. Вот, вот этот вот слайд, если я правильно, вот так раз про эту историю и речь. То есть вы можете оплатить недвижимость из России не в Германию, словно говоря, и не немецкому лицу, то есть бенефициант может быть не немецким, а из, условно, Армении, из Казахстана, из Объединенных Арабских Абиратов со своего счета задекларированного в ПНС вы можете оплачивать недвижимость в Германии, и это не запрещено. Да. История... Хорошо, если у меня нет никакого зарубежного счета, что вы в этом случае мне предлагаете? Какой может быть эта схема? В этом случае вы можете рассчитаться с застройщиком, с его полномочным юридическим лицом в российских рублях на территорию Казахстана. То есть поскольку застройщик работает в Казахстане с российским рублем, без проблем вы можете провести платеж из России в Казахстан. Что вы должны показать в этом случае российскому банку? И что сложнее? Доказать легальность подобного рода перевода российскому банку или в итоге решить вопрос с немецким банком? Ну, здесь то, что касается первой части. Как я сказал, если мы отправляем рубли, а не валюту, то здесь совершенно другой подход, и лояльность, конечно, больше. Самое главное, чтобы это не были дивиденды. То есть есть ограничения на вывод дивидендов, все остальное достаточно просто. На экране видны документы, которые мы используем для подтверждения происхождения денежных средств. То, что касается второй части вашего вопроса, надо понимать, что здесь есть три участника, три аспекта. Это банк, это нотариус и регистрационная палата, и это налоговая служба. Вот у них у всех свои интересы. Нотариусу, на самом деле, все равно, как там проходил платеж. То есть он, повторюсь, смотрит на то, чтобы стороны все делали. Немецкая налоговая, на самом деле, тоже все равно, как именно шли расчеты. Главное, чтобы со всего были заплачены налоги. Вот. Если вы, ну, если мы используем путь, который я описал, через Казахстан, тут все проще. Если мы используем путь валютного перевода, то, да, здесь, конечно, сложнее. Если вы, например, захотели бы рассчитать своего счета в Армении, и там нужно будет показывать доходы, вот, опять же, согласно списку на экране. Проблема будет с армянским банком или с немецким? Проблема вообще не должно быть, потому что мы заранее... Ну, нет, только, конечно, вопросы будут. Вопросы, ну, вопросы какого характера. Все банки обязаны проверять происхождение денежных средств. Обычно Compliance первично формирует, естественно, банк-отправитель, но запросить дополнительную информацию может как банк-респондент, так и банк-рецепиента. Поэтому, естественно, все эти документы, они всегда должны быть готовы заранее. Но я отмечу, что и в сделках по немецкой недвижимости, и во всех остальных сделках, особенно на европейское направление, мы всегда предварительно планируем маршрут движения денежных средств. То есть мы общаемся с банком, показываем ему договор, показываем ему планируемый маршрут сделки и согласовываем с Compliance, чтобы никаких проблем внезапных не было. Давайте тоже тогда на большой экран перейдем. Вопрос, который вот от нашего зрителя был, можно ли каким-то образом поселить родителей после завершения сделки, или по большому счету это делается на каких-то совершенно иных основаниях, и право собственности на конкретный объект или конкретный юнит никоим образом тебя к этому решению не приближает? Ну, поскольку оператором выступает конкретная компания, и она же выступает вашим арендатором, то вы там, вы можете без проблем это сделать, заключив соответствующий договор с управляющей компанией. То есть с той компанией, которую вы будете осуществлять. Но вы это можете сделать и на общих основаниях, не покупая ничего, то есть в этой компании и так можете сделать? Да, конечно, конечно. Давайте тогда теперь вот о чем. Происходит, есть ли какая форма оплаты? Платишь сразу 100%, и порядок оплат, как он происходит, и все-таки какие это суммы. То есть, как я понял, минимальная, это где-то от 120-130 тысяч, в зависимости от проекта. Да, порядка 130 тысяч евро, ну, оплачивается вся стоимость. Единственное, что вот перед... Обычно всегда оплачивается депозит в размере 10 тысяч евро, и после порядка резервирования, что, в принципе, является обычным делового оборота в отношении любой недвижимости, не только европейской. А после этого, да, оплачивается 100% стоимость, здесь рассрочки нету, поскольку объект уже введен в эксплуатацию. Или, ну, почти все, либо вот планируется к вводу прямо сейчас. Когда... Как ты заключаешь договор, с кем ты заключаешь договор, как ты получаешь документы о право собственности, вот все эти моменты? Договор заключается с продавцом, с немецким застройщиком, и здесь можно пойти двумя путями, либо это сделать через представителя. Представитель уполномачивается доверенностью, которая оформляется здесь в России, постелируется, отправляются в Германию. Либо вы можете приехать на сделку лично, к нотариусу в Берлин. Попрошу еще в чате опубликовать контакты компании Intermark Global. Возможно, какие-то вопросы уже кто-то хоть захочет задать в частном порядке лично Сергею или Ольге. Давайте контакты просто опубликуем. И тогда давайте вот тот вопрос, о котором тоже задавали уже. Итак, стоимость, ну, платеж там общий 100, 20, 130, 150, не столь важно, тысяч евро. Если платеж из России, насколько он выше относительно официального курса? Сколько там дополнительно придется подразить? Вы имеете в виду расходы по сделке? Или... Ну, и расходы по сделке, и в любом случае, я предполагаю, что транзакционные... Транзакционные расходы зависят от банка, от того, какие курсы. То есть здесь все достаточно просто. Надо смотреть в банке. Но обычно там это... Вот классический расход по транзакционной издержке, они обычно там в районе нескольких процентов. Естественно, мы стремимся их минимизировать. И, в принципе, это может быть и меньше процента, если мы говорим именно про транзакционные. Если мы говорим про расходы в связи с приобретением, то здесь обычно берется налог на переход права. Он составляет 6-6,5% в зависимости от федеральной... Прошу прощения, 5-5,5% в зависимости от федеральной земли. Простите, давайте, может, слайд, по-моему, на это... Да, давайте попросим слайд. В наших землях, Саксония, Саксония, Анхальд, налог на переход права составляет 5-5,5%. В Бранденбург, например, самый высокий. Там 6,5%. В Берлине, по-моему, 6%. Плюс берется оформление... Нотариальное оформление сделки. Полтора процента, я скажу, что это предельная стоимость. Она также может быть ниже. Просто, чтобы ориентировать, мы используем это. Еще важный момент. То есть, важно сказать, что расходы по сделке здесь достаточно невысокие, сравнивая с европейскими странами. То есть, например, в Испании гораздо дороже переход. Так я плачу вот эти же суммы, 5-5,5,5%, вот их я уже должен платить в Германии и должен платить со счета. Да, здесь... Так вот этот процесс происходит. Здесь можно соответствующие полномочия передать застройщику. Просто, опять же, производится в отношении его оплаты. И он выступает... Ну, не налоговым агентом выступает нотариус, а плательщиком. Вот за вас может заплатить кто-то. Ежегодные мои расходы. Это самый важный момент. Самый интересный еще один. Помимо высочайшего качества аренды, важно отметить, что в Германии есть такой важный момент, как амортизация. Сейчас расскажу, что это. То есть, у вас образовался доход до уровня 5,48 годовых. Вы с этого дохода должны заплатить налог. В Германии? Да, в Германии. Ну, и в Германии, и там, где вы являетесь налоговым резидентом. В 5,48 это налоговая база. Но поскольку наше здание, которое мы обсуждали, подпадает под закон о защите культурного наследия, здесь есть повышенная амортизация. Что это значит? Когда вы заполняете в конце года декларацию, вы говорите, что вот 5,48 я заработал. Но моя амортизация, то есть то, сколько я потерял здание, просто потому что прошел очередной год, составляет 9%. И вот эти 9% они перекрывают полностью 5,48. То есть у вас налоговая база, и вы вообще не платите налог на доход физического лица в Германии. В то время как по общему правилу амортизация здания составляет 3%. Это первый момент. Второй момент. В Германии также существуют льготы на продажу, только в аналогии с российской. То есть вы не платите налог, если вы потом уже продадите объект. Единственное, если в России до 5 лет, то в Германии 10. Спустя 10 лет вы продаете объект, если вы захотите его продавать, без каких-либо налогов. Таким образом, в Германии с точки зрения немецкого налогового законодательства это абсолютно безналоговая история, можно так сказать. Вы платите один раз налог на переход права, и все. Налоги на доход физического лица не оплачиваются. Важный момент, опять же, в значительной степени именно с точки зрения российского законодательства. А как я получаю доход? И насколько, ну, тут же, наверное, как я понимаю, очень важно предусмотреть все моменты именно на российской стороне, чтобы этот доход не вызвал никаких вопросов именно по российскому законодательству и не попасть просто на... Понятно, как это решается. Механика получения дохода зависит от того, как вам комфортно его получать. То есть куда вы хотели бы зачислять, он туда и будет зачисляться. То, что касается... Если у вас армянский счет, вы можете получать в Армении. Если, например, вы захотите, чтобы застройщик за вас что-то оплатил, вот у него эти деньги аккумулируются на счете. Именно застройщик, прошу прощения, оператор, у него эти деньги аккумулируются на счете. Куда вы скажете, он туда переведет. То, что касается налогообложения на территории Российской Федерации, если вы являетесь налоговым резидентом России. Как вы знаете, в летом прошлого года были приостановлены отдельные положения действия соглашения об избежании двойного налогообложения. Но здесь очень важный момент. Можно обучить лайк поставить? Спросите, чтобы всех нас видно было получше. Да, здесь очень важный момент, состоящий в том, что поскольку только сейчас мы начинаем работать и понимать, как налоговый будет работать с текущей версией законодательства, мы еще не до конца понимаем, как это будет облакоться. Что я имею в виду? Эти соглашения не действуют в части НДФЛ. То есть подоходного налога, сказано, они не действуют. Но при этом статья, касающаяся избежание двойного налогообложения, продолжают действовать. То есть действие этой статьи не было отменено. Поэтому здесь немножко такая двойственная ситуация. Мы смотрим по практике, как это будет работать с коллегами. Оптимистичный сценарий состоит в том, что в Российской Федерации будет учитываться налог, оплаченный в Германии. Пессимистичный состоит в том, что не учитывается. Но важно, с учетом того, что я сказал ранее, о том, что налоговая база в Германии у вас де-факто будет ноль за счет повышенной амортизации, в Российской Федерации вы просто оплачиваете свои 13-15% в зависимости от уровня дохода. То есть он декларируется просто и все. Был один не очень хороший прецедент, когда Российская налоговая признавала. Да, про него раз хотел сказать. И чем он, кстати, закончился? Так и не разобрались до конца, да, по-моему? Нет, победой налоговой он закончился. А, как водится. Налоговая признала... Ну, там важный момент. Все же это немножко другая ситуация, поскольку там были коммерческие помещения. И налоговая признала... Собственно, в чем была претензия налоговой в том кейсе? Она сказала, что у вас ряд помещений, и поскольку у вас их много, там, по-моему, в районе 4-5 помещений было, налоговая признала это коммерческой деятельностью. Но претензия была не в том, что лицо не заплатило как налог. Претензия была в том, что лицо должно было действовать, как ИП, налогоплательщик, и другие валютные ограничения. То есть, если изначально правильно оформить сделку с соблюдением всех валютных ограничений, мы считаем, что данный риск минимизируется. Вопрос спрашивают, доход, он выплачивается ежемесячно или же квартально, или как это происходит? Ежемесячно. Вот если вы подписали, например, 22 мая, с 1 июня вы получаете доход. И такой еще момент, то, что я покупаю, особенно в случае, если я приобретаю недвижимость в отеле. Это коммерческая недвижимость или жилая? Собственно, чего я становлюсь? Ну, и там, и там, если вы говорите в плане назначения площади, то, что является эквивалентом российского назначения площади, и там, и там это коммерческая площадь, поскольку, да, это не подпадает под какую-то категорию жилого. Поэтому, собственно, там повышенная амортизация в том числе. Это коммерческая площадь, поэтому, предполагаю, вы хотели спросить, наверное, про адрес. Ну, в частности, например, да. Да, адрес там, конечно, это не может служить вашим аналогом прописки. Нет, это нежилое недвижимое имущество, поэтому оно не служит как местом регистрации. И еще один блок вопросов, хотя, по сути, это, наверное, один вопрос. Как купить? Понятно. Как продать? Как выйти из сделки? Насколько эта история сейчас в моменте ликвидна? Какие есть права и обязанности у собственника, учитывая, что, вы сами говорите, это эксклюзивный договор, накладывает ли девелоперская компания какие-то ограничения? И как вы себе это видите? Ну, возможно, претендентов еще не было, но дальше-то что с этим делать? Если бы все, надоело. Мы подошли к третьему очень большому плюсу этого продукта. Напомню, то есть, наряду с высочайшим качеством арендного потока и отсутствием налоговой базы, отсутствием налога на доход в Гербане, третьим плюсом является возможность обратного выкупа. Засрочный предлагает эту возможность минимум через 5 лет, то есть он у вас приобретает за ту же стоимость, что и вы приобрели у него. Это не рассматривается как инвестиционная опция, это скорее с точки зрения... Канерия, да. Да, это риски. Вы можете... Никаких обременений в отношении этого объекта не вводится, вы можете продать его в теорию хоть через месяц, хоть через год, можете вообще не продавать. Мы же позиционируем данный объект. Понятно, что, вероятно, заработать можно где-то еще, но вот сохранить, соблюсти и получать легальный белый доход на территории Европейского Союза, да, это безусловно, данный продукт закрывает эти потребности. И мы предполагаем и позиционируем данный продукт все-таки с точки зрения удержания и хеджирования рисков на будущее. Окей, ну и тогда вот про ту историю, когда мы говорим о гарантированности дохода, да, то есть вообще для Германии история именно гарантированного дохода, она гораздо менее популярна была и есть уж тем более, чем если сравнивать, например, со странами Юго-Восточной Азии, но там один рынок, здесь совершенно другой. Вот кто, что и как гарантирует ту доходность, о которой мы говорим, 4%, 5% и так далее? Ну, как и во всех, в любых проектах, связанных с гарантированной доходностью, в любой точке мира всегда все равно существуют различные риски. Существуют обстоятельства непреодолимой силы, существует риск банкротства, всегда какой-то там кого-то и так далее. Так вот, мы оцениваем вся совокупность рисков. И гарантированность обеспечивается очень просто, она обеспечивается договорным механизмом. Договор говорит, что вот один обязан, друг платит другому. Но по совокупности, по совокупности факторов, а это, повторюсь, надежная экономика, это высокое качество арендного потока, это арендатор, государство, страховая компания. Мы можем говорить о том, что да, безусловно, арендатор исполнит свои обязательства, поскольку государство и страховые компании исполнят свои обязательства перед ним. Страхуется и гарантируется это все договорами. В этом смысле, когда мы говорим про историю с домом престарелых, понятно, и тут интерес государства, и его участие понятно. Второй пример был все-таки отель. Отель, это знаете, для девелопера это уже такой больший риск, и государство вряд ли смотрит на эту историю так же, как на дом престарелых. Здесь и страховых компаний нет. Как вы в этой ситуации работаете? Ну, с отелями, я попросил бы вернуть слайд, хотел бы касательно этого объекта показать. С отелями ситуация, у нас 4 проекта. Это дома по уходу за людьми и один проект, связанный с отелем. Почему выбрали именно его? Он уже пока, он это функционирующий проект, и он уже показал себе, как достаточно популярное место со стабильным туристическим потоком, с стабильным коммерческим потоком. Вот на слайде вы видите клиентов данного отеля, это DHL, Sparkasse, Deutsche Bank, Deutsche Bank. Они постоянно там проводят какие-то мероприятия, постоянно используют эту площадь, и мы можем говорить о том, что да, уже сейчас, мы можем констатировать, что уже сейчас этот объект себя очень хорошо показал. Окей, ну и немножечко давайте, может быть, отчастного опять-таки перейдем к общему. Еще в двух словах все-таки ваш взгляд, раз уж мы говорим о Германии. Безусловно, количество сделок сокращается, безусловно, и это тенденция последних месяцев, даже уже по сути года. Давайте еще на общий слайд всех нас сделаем, презентацию отключим. Ольга, наверное, тоже к вам вопрос. Вот ваш взгляд в ближайшие месяцы, годы, говорили, что вот уже сейчас там ставки начнут снижаться, спрос пойдет наверх, не снижаются ставки, и уже там история связанная с тем, что там в Германии начнут покупать больше, уже очевидно, все-таки переходит на второй, на второе полугодие 2024 года. Вот взгляд иностранцев, взгляд немцев, то, что Сергей сказал, может быть, еще раз про это, и про перспективы этого проекта как такового инвестиций в Германии глобальных. Как бы вы их описали? Ну, вы знаете, если мы говорим про вопрос снижения ставок, и таким образом, да, через это повышение спроса, надо сказать, что такие вещи, это все-таки не происходит мгновенно, да, и так не бывает, что вот снизилась ставка, и ровно на следующий день начал по экспоненте расти спрос. Все-таки такие экономические параметры, они имеют определенную инерционность, и пока банки подготовят новые продукты, да, там будут переоформлены договоры, апатичного кредитования, это все занимает время, и, конечно, здесь говорить о том, что это может произойти мгновенно, там через полгода, наверное, не стоит. Все-таки мы где-то рассматриваем этот горизонт больше, наверное, года полтора в перспективе. В любом случае ставки будут снижаться, потому что текущие ставки, они не так выгодны для экономики вообще в целом, и европейские правительства, европейский коммунальный банк стремится к тому, чтобы все-таки постепенно начать снижение своих базовых ставок, что должно повести за снижение уже тех ставок, которые банки будут предлагать по ипотеке. Но ваше ощущение, вы считаете, что это все-таки даже не 24-й год, а реально мы какую-то историю заметим, что 25-й, может быть, даже... Да, 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 это где-то год 25-й, да. Поэтому еще какой-то период времени будет наблюдаться стагнация цен на немецком рынке, но, опять же, Германия все равно остается сильнейшей европейской экономикой, и она будет ей оставаться. И то, что, допустим, для многих наших соотечественников такая тема большого количества иммигрантов, которые приезжают в Германию, мы воспринимаем это как некая негативная история, хотя на самом деле для экономики приезд новой рабочей силы во многом это очень позитивная история. И эти люди через период ассимиляции в стране, да, они тоже начинают создавать повышенный спрос на рынок жилья на самом деле. И это тоже надо учитывать в прогнозах по росту стоимости цен на него. Окей, ну и тогда, наверное, в заключительный уже самый вопрос я еще раз попрошу контакты опубликовать в чате. Сергей, как действовать клиенту, если он из России, если он не из России, из Казахстана, из Украины, если у него деньги здесь, здесь, здесь. Возможно, здесь всякие разные варианты, всякие разные. Вы работаете с инвесторами из всех стран. Как действовать, с чего начать, на какие, какие, если здесь есть, и что действует, чтобы принять участие в конкретном проекте? Ну, в первую очередь, ему нужно обратиться к нам, чтобы мы изучили более подробную ситуацию и подобрали оптимальное решение. Естественно, нужно ответить себе на вопрос, можем ли мы подтвердить доход, как он у нас формировался, и какие направления нам наиболее интересны, как с точки зрения оплаты, так с точки зрения и вывода средств. Если у вас есть подтвержденный доход, если у вас есть либо эта сумма в рублях, либо у вас есть зарубежный счет и возможность с него оплатить, то, конечно, здесь можно действовать и уже сейчас готовиться к сделке. Если же вы понимаете, что у вас доход не так легко подтвердить, если вы понимаете, что у вас потенциально могут быть какие-то проблемы на стадии комплайенса, возможно, там какая-то аффилированность с государственными компаниями, то, конечно, здесь предварительно очень важно произвести обсуждение и планирование сделки. Но еще раз вот этот важный момент, буквально там пять таких основных битов информации. Возможно, оплата из России, возможно, оплата из зарубежных банков, абсолютно законно не нарушая никакого российского законодательства, дай бог. Конечно. Второй момент. Входной чек, ну, 120-130 тысяч евро с учетом минимальных расходов. Есть программа гарантированной доходности. Так, а вот, кстати, вопрос сразу, возможно ли купить недвижимость на сына, а продажа квартиры была родителями. Если, насколько это реальная история. Ну, то есть, скорее всего, деньги, квартиру в какой-то объект продавали родители, доход родительский, а оформить квартиру на сына? Да, это можно делать. То есть, здесь важно правильно сформировать портфолио и объяснить переход средств от одного члена семьи к другому. Это может быть даже просто договор дарения. Окей. Ну что ж, друзья, я думаю, что с пользой провели этот час. На многие вопросы ответили. И на те, которые не ответили, вполне возможно пообщаться в частном порядке и задать вопросы, и получить консультацию от экспертов Intermark Global.